Привет, дорогие любители России.ру и нашей психологической странички. Сегодня у нас интересная снова тема. Будем говорить о приворотах, будем говорить о колдовстве и вообще будем говорить о любой сугестологии, которая существует и о воздействии ее на человека. Возьмем ракурс, как быть тем, кого пугают приворотом, как быть тем людям, которые думают, что их приворожили или сделали им какую-то порчу. Как психоаналитик и мистик я не могу сказать сейчас, что этого не существует. Надо понять, почему женщина бежит сразу к бабке-гадалке или к бабке, которая должна приворожить мужа, который посмотрел на сторону. До такой степени одинаковые слова кричат жены, от которых уходит мужья, что даже мне уже становится тошно. Он говорит ее словами, она его приворожила, и он сам не свой. Он никого не видит, он не слышит хор окружающих, которые говорят о том, что она женщина легкого поведения, что она недалекого ума, что она кукла Барби, что она расчетливая тварь. То есть все ему дудят, а он говорит, нет, она хорошая, я знаю ее лучше других. Разворачивается, идет к ней и, что самое интересное, живет счастливо. Действительно, в какой-то определенный момент и мужчина и женщина могут сказать своему партнеру, я больше не хочу быть с тобой. И почему-то в эту секунду уязвленное самолюбие партнера не может поверить, что он правда хочет уйти от меня, а не к кому-то другому. Мы уже говорили о том, что очень часто бывает несостыковка в понятиях. Мужчина говорит, я начал тебе изменять, потому что мы три года не спали вместе, и наши отношения похожи на проживание на одной территории людей по общежитию. А женщина говорит о том, что ты пошел на сторону, и поэтому мы не спим. Одна и та же ситуация, два ракурса рассмотрения. И договориться в этой ситуации уже никто не может ни с кем. Не укладывается в голове, что он правда может влюбиться. Не укладывается в голове, что он может быть счастливым без тебя. Не укладывается в голове, что женщина та, которая там, она может привораживать тем, что она умеет правильно готовить суп, или правда как-то совершеннее, более внимательнее относится к этому мужчине или занимается с ним любовью. Не укладывается в голове и уязвленное самолюбие, и сходят какие-то моральные нормы, и женщина, какая бы она ни была порядочная, она бежит не к психологу, она бежит не заниматься собой, а она бежит сбивать стропы того, кто идет своим путем. Ну вот на прием-то они зачем приходят потом к психологу, та, которая наколдовала, приходит и говорит, я любовница, я же ему перекрыла, там я хожу, у меня там есть бабушка Надя, мы ему перекрыли деньги, мы ему перекрыли здоровье, мы ему сделали не стоячку, мы ему, мы ему сделали, чтобы у него посыпалось все на работе и запоровали все на мне. И я ему так и сказала однажды за вечерним ужином, мы с тобой в два года вместе, ты от жены своей не уходишь, и теперь до тех пор, пока ты со мной, у тебя все будет ладиться, только ты мелок от меня куда-нибудь, все у тебя рухнет. И вот тут самое главное, чтобы вот этот мужчина, которому вот эту фразу проговорили, в нужный момент или встретил мужчину, который ему скажет о том, что она кукуруку, с головой не все в порядке, или пошел к психологу, который ему объяснит, вот как ты сейчас заморочишься на вот этой фразе, так и дальше будет построена твоя жизнь. А вот здесь уже включается конкретная психология. Расскажу на примере, девушка из Арабских Эмиратов приезжает ко мне и говорит, я люблю араба. Ну не поверишь, пошли в баню, он меня купал, мыльную пену на мне сделал, пятки мял, все было прекрасно, замечательный секс. И вот он в конце всей процедуры взял и пальцем написал свое имя у меня на лбу и сказал, навеки ты теперь моя женщина и ни с кем тебе лучше, чем со мной не будет. Пейм! Снесло, как в мультике у женщины крышу. Она не только не пробует ни с кем другим, ни только не смотрит ни на кого другого, она приезжает туда один раз в год и всем говорит, я встречаюсь вот с ним, я встречаюсь, это мой парень, я его женщина, да пусть их будет сто. И это то ли воля, то ли неволя, ничего не видит человек. Это же самогипноз. Это вот человек повелся на эту ситуацию, ничего этот мужчина не сделал предосудительного. Влюбленные очень часто делают такие вещи, да, там я тебя люблю больше, ты меня любишь там меньше, я тебя люблю больше, а я больше, а я больше. В этом-то они не могут договориться, но именно в эту секунду и начинается вот эта любовная ворожба, когда она поет песню, совершая какие-то ритуалы над кастрюлей, когда он думает, чем он ее удивит, какой купить ей букет или куда бы с ней съездить так, чтобы она весь свой рот открыла, ооо, какие достопримечательности. Вот она и есть та ворожба, которую мы вспоминаем. И тот мужчина, которому женщина сказала, если не со мной, то никогда первым делом должен пойти к психологу и понять, вот сейчас будет работать твой внутренний стержень. Есть очень много людей, которые огромные суммы денег относят и бабкам, и деткам для того, чтобы снимали то, что им напророчили или наобещали любящие женщины. Есть некоторая категория людей, которые тратят огромные суммы, относяя к бабкам, деткам, дабы те сняли вот эти вот угрозы и посулы любимых женщин. Вы знаете, лучше эти деньги отнести к какому-нибудь хорошему педагогу по спортивным единоборствам или по духовному развитию. Это правда. То есть, если вы хотите вычистить себя от всякого влияния извне, даже если вы живете не только за третьим транспортным кольцом, а где-нибудь на краю России, в лесу, у вас наверняка есть DVD-проигрыватель, купите себе цигун, делайте его дома сами, дышите верно, питайтесь правильно. Я не говорю ничего нового. То есть, если человек хочет очистить себя, чисть себя сам. Очень много слышу таких нестандартных криков, да, вот я на кукле Вуду сделала ему любовный приворот, мы плавили восковое сердце, тыкали иголки, и теперь этот мужчина будет мой навеки. Вот если нормальная тетечка откроет хотя бы интернет, который далеко не всегда соответствует правде, она там увидит, что Вуду приворотами никогда не занималась. То есть, каких только я не слышу разговоров. И на мертвой воде делали, и привязки с мертвого забирали, чем завязывали руки и ноги. И мыло, которым обмывали, положили в мыльницу для того, чтобы вот не только мной любовался только, вот как меня нету, чтобы не ел, не пил. Чего добивается женщина таким образом? Для чего я делаю этот ролик? Надо просто в одну секунду понять, я сама не могу, у меня у самой не получается. Я иду к бабе Клаве, которая теперь третья ляжет к нам в постель. Баба Клава получит нашу энергию, баба Клава получит наши деньги, и баба Клава теперь будет тобой. Как кукловод водить. Только стоит ей набрать твой номер телефона, ты будешь бежать туда как заведенная. Не может мужчина очень долго жить в одном помещении с женщиной, которая все время со склокоченными волосами, и каждый раз у нее новый проект. Когда синусоиды в настроении, нормальный человек, уверенный в себе, не идет к бабке. Он идет за энергетикой солнца, он идет за энергетикой покоя, он идет за доброй энергетикой, чтобы ею поделиться. И если твоя энергия не нужна другому, не смей ее внедрять насильно, не надо навязчивого сервиса, такого сервиса, о котором человек даже не знает. Живет человек и не знает, что ты пошел делать так, чтобы он был с тобой навсегда. Чего ты добиваешься? Пройдет 5-7 лет, и мы же меняемся. Все меняемся, и он изменится. И, возможно, те черты, которые сейчас для тебя кажутся незаменимыми, будут тебя раздражать. Что ты будешь делать с этим прирученным человеком? Приворот — это нечестно. Приворот — это неправильно. Приворот — это дорога не туда. Идите заниматься собой, без того чтобы мучить другого человека избивать всего стропы. Есть люди, верящие в гороскопы, есть люди, верящие в сны, гадающие в Рождество. Никто не говорит о том, что этого не существует, но во всем, что существует, надо каким-то образом выживать. Поэтому мой самый основной совет — вместо неуверенности в себе, вместо страха, что у меня не получается самой, попробуйте стать уверенными и сделать что-то самостоятельно. Не колдовать, а самостоятельно наладить искренние отношения. Все, что неискреннее, все нечестно, все суррогат. Вам это не нужно, поверьте. Временем проверено.